Дорогие друзья, мы с вами на этой неделе изучаем недельную главу БО, где Всевышний продолжает делать последние три казни, открывается всему миру, показывает, что именно Он творец, и у всего есть замысел, и все не просто так, и Всевышний управляет абсолютно всем в нашем мире. Итак, на вопрос, какое же самое большое чудо, которое Всевышний сделал в Египте? Может быть, десять казней, или вы скажете, что Он открыл море, великое такое чудо, вдруг море открывается? Говорят нам наши мудрецы, что самое большое чудо, которое происходило в те времена египетской казни, что Мойша и Арон приходили к фараону, и он им ничего не сделал. Давайте задумаемся. Есть ужасный авторитарный тиран, который убивает людей. Фараон убивал сотни детей, только ему там нужна была профилактика его здоровья, он принимал страшные вещи, ванну из крови детей, 300 детей убивал, только чтобы принять ванну. Он поработил целый народ, убивает ужасный-ужасный злодей. Приходит Моше и говорит, смотри, Бог хочет, чтобы ты отпустил евреев, отпусти их из Египта, а это рабская сила, и фараон этого не хочет. И он получает казнь за казнью, казнь за казнью, и весь Египет, великая его империя, в те времена Египет был самой большой империей в мире, все разрушается. Понятно, что для фараона враг номер один – это Моше, но он ничего не может ему сделать, потому что Всевышний постоянно охраняет Моше. Он заходит во дворец, уходит из дворца, объявляет новую казнь, и за дня в день приходит, освобождай народ, или будет так-то, так-то и так-то. Хочешь, я уберу эту казнь? Он говорит, да. Отпустишь народ? Да. Нет, если ты меня обманешь, будет новая казнь. И Моше постоянно приходит, и ничего с ним не происходит, говорят нам наши мудрецы. Это и было самое великое чудо – сохранность Моше в присутствии злейшего, ужасного врага фараона, для которого он злейший враг, но ничего не сделал фараон плохого Моше Робейну. И это подчеркивается одним словом в нашей недельной главе. Потому что Всевышний всегда, когда обращается к Моше, он говорит ему, Иди, иди к фараону. А наша недельная глава «бо», он говорит в ней «бо эль паро». Он не сказал ему «иди», а он ему сказал «бо». Почему используется другой глагол? Говорят нам наши мудрецы, что «бо» в данном случае означает «идем со мной». Я тебя не посылаю «иди» к фараону, а я говорю «идем за ручку». Всевышний объясняет и обещает Моше, что «я буду с тобой, тебе нечего бояться». Это испытание пойти к фараону, это и духовное испытание, потому что фараон – это был злейший такой тума. Знаете, вот понятие тума, не чистота духовная. И вот идти вот в эту туму – это тоже испытание. Это испытание физическое. Идти навстречу со своим врагом, который хочет тебя уничтожить – очень-очень страшно. Поэтому Всевышнему говорит «бо, я иду с тобой, идем со мной за руку». И здесь мудрецы говорят, что всегда, когда Всевышний посылает испытание, когда нет другого пути, нужно идти к фараону. Он обещает, что «бо, я иду с тобой, и все будет хорошо». В то же время говорят наши мудрецы, что нельзя просить испытания, мы ежедневно молимся, Всевышний, нам не надо «вэлло лидэй нисайон», не давай нам испытания, мы их не хотим. Нельзя идти на рожон. Вот я сейчас пойду туда-то, сделаю то-то, пойду, не знаю, буду рисковать. Здесь Всевышний не обещает, что Он пойдет с тобой. Не ищи сам испытание, а только обещание, что Всевышний будет с тобой, если это испытание от Него, испытание пришло сверху, тогда есть обещание, что Всевышний будет с тобой, и у тебя не будет никаких ни ущерба, ни проблем, как у Муширобейну. Но с другой стороны, царь Давид попросил испытания, и написано про него, что он не удержался в нем. А как же так? Царь Давид, который проходил тысячи испытаний за жизнь, но то самое, которое он сам попросил, в которое он сам полез, говорят нам наши мудрецы, что он не мог удержаться, и у него не получилось, потому что Всевышний не был с ним. Итак, если нет другого пути, Всевышний обещает, что я буду с тобой. Если есть другой выход, мы не идем на рожон, мы не просим испытаний, и это мы учим из нашей недельной главы в одном слове «Бо». Идем со мной, Всевышний обещает Муше. Хочешь, я тебе покажу великое чудо, самое великое чудо, по многим мнениям комментаторов, которое было в Египте. Идем в самое опасное место для тебя в мире, во дворец к фараону, которого ты так достал, ты ему уничтожил всю его жизнь, всю его карьеру, всю его страну, ты эти казни принес. И Бог обещает, смотри, Бо, я пойду с тобой, и все будет хорошо. Спасибо огромное за внимание. Дай нам Бог Всевышний, чтобы был всегда с нами во всех наших испытаниях, и чтобы мы знали и не путали, где испытания с небес, которые Всевышний хочет, чтобы мы его прошли, а где испытания, которые мы сами себе как бы ввязались, впутались в него, и чтобы мы в него не впутывались, и Всевышний никогда нам не послал испытания, в которых мы не должны находиться. Спасибо огромное за внимание. Продолжение следует...